Посмотрите, какое небо! Извиняюсь, ношу на заднем фоне, я просто готовлю. Блин! Конечно, на видео это не так все красиво видно, как вживую, но это очень прям красиво. Обожаю наш вид из окна. Хочу вам показать такую вот штучку, не помню, кстати, показывала в своих блогах или нет. В общем, это такая фигнюшка, которая снимает катышки. Сейчас я ее открою. Катышки с одежды, там, с пальто, например, да, либо с каких-то вязаных вещей. Вот, я там уже собрала, но это, правда, с куртки было, видите, внутри там собирается, можно открыть, убрать. В общем, она на батарейках. Такой вот страшный звук. И, в общем, им ничего не порежешь, конечно, но сейчас вам покажу, что я имею в виду. Вот, в общем, что я имею в виду, как попыталась показать, да, вот такие вот катышки бывают. Особенно в том месте, где, например, моя жилетка соприкасается с курткой, да, там, не с курткой, а с сумкой, да, например. Вот, я хочу попробовать вам показать, как я это буду снимать. Если у меня это получится, конечно. Тут, конечно, в темноте очень плохо видно, но я попробую. Вот, смотрите, видите, я буквально один раз провела. Да, слышите такой звук, как он срезает их. И вот, смотрите. Да? Есть разница, катышек нет. Плохо, конечно, меня камера снимает в темноте. В общем, вы поняли, очень классная штука, незаменимая. Так что, посмотрите, я не знаю, как она называется. Вдруг у вас продается и пригодится. Вышли выкидывать. У нас, короче, сзади дома. Выходим. Неси, неси. Вот. И, да, кстати, тут можно посмотреть. Сюда окна некоторых людей выходят. Мне кажется, не очень хорошо. Хорошо, что мы живем наверху. У нас, вот, видите, красиво есть, а они в забор смотрят. Ну, в общем, сегодня погода классная, но немножко ветреная, конечно же. Мы вышли в магазин в Lidl купить сметану, потому что я собираюсь делать сырнички на утро. Вот, заодно и мусором они всем прогуляемся. И прикол в том, что отсюда, сзади, можно выйти через ворота на улицу. Так даже быстрее, не нужно обратно через дом идти. Но у нас были старые ворота, и они иногда не открывались. В общем, один раз я почувствовала прям участником игры Sims, потому что хожу как дурак туда-сюда, а выйти не могу. Вот, так что, надеюсь, сейчас проверим. Кстати, они должны были починить. Вот такой вот у нас домик. Здесь какой-то пентхаус, по-моему, здесь у них, видите, какой потолок огромный. Прям 3 метра, наверное. Вот, и мы отсюда можем выйти, если выйдем. Вот эти домики мне очень нравятся, кирпичные, классные. У нас нужно было раньше пароль, вот здесь сейчас убрали. И есть вот такие вот ключики, которыми открываете дверь. У нас вот тут вот сразу остановка, но этот автобус ходит раз в 20 минут, поэтому у нас никогда не получалось на нем поездить. Вот так вот мы ходим на наш выходной день в спортивных трениках и в кедах. Классная погода. Иду буквально вот пару минут и возле дома, буквально вот за этим поворотом. Главное, мне в столб не врезаться, а то я умею. Субтитры сделал DimaTorzok Новые штанишки мои укороченные. Я уже один раз приходила с вами в этот магазин. The Range называется. Все для дома, там всякие блокнотики тоже продаются. Смотрите, какие классные блокнотики. Они, по-моему, 2 фунта стоят. На 2018 год. Ничего особенного. Вполне обычный, но посмотрите, какие классные обложки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Хочу поделиться с вами своими первыми подарочками рождественскими. Вот такой вот у меня классный мешочек со снеговиком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Очень, кстати, вкусно, я уже такое пробовала. И вот тот самый крем от Клиник оказался целой огромной бунжей. В общем, я уже тут открыла, полазила, смотрите, как много всего. В общем, вот этот кремик, да, мой любимый, Клиник, очень его люблю, огромное спасибо. А также еще много-много-много всего, чему я вообще не ожидала, огромное спасибо. В общем, вот такой вот праймер Smashbox. Я не пробовала никогда, кстати, праймеры, хотя они знаменитые очень. Праймеры я всякие люблю. Этот у нас именно дает Radiance, в общем, сияние. Он с гиалуроновой кислотой, поэтому подойдет очень классно сухой кожей. Я постоянно использую праймеры в работе, так что мне очень-очень пригодится. Дальше у меня там есть вот такая вот штучка. Это, по-моему, со сливным молоком. Маска Donkey Milk. Ярослава рассказывала про этот продукт, по-моему, в своем видео. В каком-то вообще, если вы не знаете, кто такая Ярослава, вы зря живете в этом мире. В общем, обязательно ссылочка будет на ее канал под моим видео. Вот такой вот клиник. Это называется, по-моему, Lip Shadow, что-то такое. В оттенке... В оттенке. Сейчас мы сфокусируемся. Не хочет он фокусироваться. Короче, поверьте мне на слово, он называется Dune Pop. 01. В общем, очень классный оттенок. Если вы следите за мной на инстаграме или смотрите мои видео, вы знаете, что я обожаю такие оттенки. Поэтому обязательно попробуем. И в инстаграме отчитаюсь. И дальше у меня еще три кремика от Клиник. Серия Pep Start. Тоже из этой серии я пробовала только крем под глазки оранжевый. В принципе, мне нравится. Я его даже два раза покупала. Один с СПФ крем, другой увлажняющий. Обязательно попробую увлажняющий крем. Никогда не помешает. Этот еще гидроблур называется. Значит, он должен как-то скрывать поры, наверное, да, выравнивать. Визуально улучшать внешний вид вашей кожи. И последний, тоже моя любовь, Moisture Surge. Очень классный крем. Очень часто он мне в миниатюрках попадался. И вот теперь у меня есть полноразмерный крем. Очень мне нравится он, потому что здесь oil-free. Это как гель, он подходит для жирной кожи, какая у меня есть. Вот, так что, да, огромное спасибо Ярославу. Вообще неожиданно. Надеюсь, что тебе мои подарки тоже понравятся. А здесь у меня вот такой вот творческий бардак, потому что был клиент на макияж. Кисти помыть не успела. А завтра приходит девочка на брови. Тоже, как видите, не закончено у нас тут ничего еще. Даже одежда сушится. Вот так вот все выглядит. У меня здесь свет, камера. А там вот стоят коробки, потому что мне завтра придет посылка из дома от родителей. И мы обратно с тем же водителем отправляем им посылку. Так что сейчас все буду складывать, раскладывать. И я думаю, поснимаю, вам покажу, что же я маме такого посылаю. Вот так вот я, короче, собираю посылку домой. В общем, так как я работаю в Сталуне, я могу, имею возможность, вернее, покупать продукты в профессиональном размере. Здесь такие литровые, да. Это керостаз, в общем, марка, вернее, коллекция Reflection. Кбейн Хроматик. В общем, это шампунь и кондиционер для крашеных волос. Они очень нравятся нашим клиентам. Маму крашеные волосы, так что я думаю, что ей тоже понравится. Только вот помпы у меня нету, но может мама что-то найдет, либо я потом ее еще пришлю. Потому что нам в этот раз они прислали, с работы взять не получилось. Ну, в общем, как-нибудь. Не знаю, что-нибудь придумаем. Дальше вот такой вот наборчик Victor & Rolf. Я его в прошлом году на Рождество выиграла в каком-то конкурсе, не помню. В общем, здесь духи, гель для душа, по-моему, и крен для тела. Пахнет вкусно, но не мой аромат, а мама, когда летом приезжала, ей понравилось, но она постеснялась забрать, наверное, поэтому высылаю ей обратно. Дальше. Ну, у меня так в разнобой здесь все будет. Шлю рыбий жир. Вот такой вот, короче, марки Holland & Bar. Это у нас такой магазин, типа, правильное питание. Там всякие витамины, всякие там веганские штучки. Там для диабетиков. Ну, в общем. Да, рыбий жир в капсулах. Здесь большая бутылка. Сколько там капсул? 240 капсул, наверное. Шлю две, потому что они по скидке шли. Там покупаешь одну, вторая вроде за полцены. Потому что, не знаю, правда или нет, но вроде как мама говорила, что у них теперь рыбий жир по рецепту в Литве выдают. Не знаю, правда или нет. Если вы живете в Литве, скажите мне. Ну, в общем, шлю, потому что они пьют всей семьей. Мама, папа, бабушка. У меня тоже есть тут, ну, нам легче достать, и тут дешевле, я думаю. Вот, поэтому шлю, чтобы не болели, не набирались витаминок. Дальше, ну, тут 18+, бутылка виски. Далее, какие-то продуктики, которые у меня здесь просто лежали, тоже на работе мы их продаем. 72, это марка, в принципе, кератинного выпрямления волос. Но это такое вот масло восстанавливающее для всех типов волос, защищающее. В общем, мама любит маслами всякими пользоваться, я ленюсь. И дальше вот такой вот у меня есть умывалка, тоже где-то, то ли какая-то рассылка была, то ли я на каком-то мероприятии мне дали, не помню. У меня просто своих много, и маме вот попробует. Я надеюсь, ей понравится. Он и макияж снимает, по-моему, и так умываться. Далее, у меня есть два продукта от Tritles. Я не буду открывать, потому что я закрыла. В общем, тоже самое, что есть у меня. Я бесплатно взяла вот этот вот, как он называется, гель для душа пенящийся и крем. Бодибаттер такой же, как у меня. Надеюсь, ей понравится, она никому не отдаст. Потому что мамуля, как Уля, у меня любит раздаривать все, что я ей посылаю. В общем, дальше зашла в Tiki Max. Взяла вот такую вот штучку Organic Botanic, австралийская какая-то компания. Называется Pumper Pack для ног с мятой и алоэ вера. В общем, это я взяла бабулечки моей, потому что у нее болят ножки. И чтобы вот мама, хочу, чтобы мама ей сделала такой спа-день. В общем, здесь три штуки внутри находятся. Там, наверное, какая-то соль, которая растворяется в воде, чтобы ванночку сделать. Потом скраб для ног и крем. Вот. По-моему, здесь на один раз, я точно не помню, 5 фунтов стоило. Вот, надеюсь, ей понравится. Потом спрошу. И дальше взяла, по-моему, это гель для душа и мыло для рук. Такой вот марки Olivia Blake. Лондон. Мне, кстати, похоже оформление на Jo Malone, скажите. Очень вкусно пахнет. Wild Minton White Tea. Здесь 500 мл мыть руки. И гель для душа еще больше. 750. В общем, это стоило всего 4,99. По-моему, это тоже, да. В общем, очень классно. Если вы бываете в Лондоне, то обязательно заходите в Sticky Max. Ну, вообще, в Англии много этих магазинов. Очень классно. И за недорого можно найти хорошие продукты. Дальше шлю мамули. Такие вот перчатки я себе тоже купила. Кожаные. И внутри у них кашемировая подкладка. Так, как видно. Кашемировая подкладка. Очень классные, очень теплые. Здесь размер M, по-моему. Покупала я их в Max & Spencer. Это их от марка Autograph. Сейчас не скажу, сколько стоит. Я скажу 39,50. В общем, очень классно. Такая-то luxury кожа написана. Надеюсь, что они ей подойдут и понравятся. Я их не распечатала. Что если вдруг? Это может кому-нибудь передарить, если вдруг ей не подойдет. В общем, классно. Дальше шлю свои любимые колготки. Я точно не уверена, кстати, есть ли Казадония в Литве. Но мне очень нравится там покупать колготки. Они с ликрой. И вот здесь у меня 30 ден и 50 ден. Soft touch. Они, по-моему, котон здесь стопроцентно, мне кажется. Вот. Мне самой очень нравится. И я мамуле тоже вот решила отправить. Ей понравились, по-моему, в прошлый раз. Колготки никогда не помешают. Так что шлю. Там у меня закручено, уже не буду открывать. Такая же картина, как у нас. У моей мамы тоже кухня белая. Я думаю, они куда-нибудь пристроят. Картина, которая висит с лимонами у нас. Далее, если тоже об одежде говорили, есть у нас такой магазин Uniqlo. Очень классные там вещи продаются. Ну, базовые мне там нравятся, например. Вот что мой муж, что я. Мы такие вот зимой носим майки под одежду. Особенно под шерстяную. Я взяла папе. Вот Элла размер здесь две в упаковке. Называется Супима Коттон. Вообще супер. Очень мягкие. Отличное качество. Вот взяла папе белую и серую. И маме взяла на шлейках. Папе с рукавчиком. Маме на шлейках ей такие больше нравятся. Тоже серую и белую. Очень классно. У самой такие есть. Присмотритесь. Uniqlo очень суперский магазин. Там какие-то инновационные у них дизайны, разработки. Они там мешают всякие разные составы. В общем, очень классно. Дальше маме взяла... О, там я, кстати. Вот такое двойное зеркальце. По-моему, она мне говорила, что хочется какое-нибудь классное двойное зеркальце. Красивое, чтобы увеличивало. Чтобы ей было удобно краситься, например, на ходу где-то. Взяла вот такое вот в кико. Мне понравилось. В принципе, я думаю, мамуле тоже понравится. Там у меня... Не буду тоже показывать. Там такой свитерочек с горлышком, как гольфик для папы. Не знаю уже, что папе покупать. В общем, маме, как всегда, больше всего всяких бьюти. А папе вот свитерочек на зиму. Дальше у меня тут еда. Много еды. Вот это очень классные штуки. Покупала в Теску. Они стоят, по-моему, один фунт, но они очень вкусные. Это сконы. Это такие как бы булочки традиционные английские, которые, когда вы идёте на автонунти, например, да, вам приносят. Я их люблю пополам разрезать, намазать маслице, сверху джем. Я где-то выставляла фотографии в Инстаграме. Если найду, то выставлю обязательно. Очень вкусно. Вот именно эти с изюмом, по-моему. И взяла обычные. Я вообще люблю с вишенкой, но с вишенкой что-то я не нашла. Так что вот взяла обычные. И я надеюсь, родителям понравится. Не помню, кстати, я им посылала или нет, но автонунти они очень любят. Дальше тоже не знаю, есть ли в Литве или нет. Вот такая вот увидела рождественскую классную упаковку. Шлю им конфетки. Далее. Вот мне тоже Ярослава этой фирмы подарила шоколадку. А здесь такой набор маленьких конфеток. Ну, на подарочек хорошо кому-то, либо себя порадует. Здесь такой сборник. Некоторые 70% шоколад. Некоторые с, как это сказать, с карамелью, да. Тёмный шоколад с карамелью. И тёмный шоколад с морской солью. Моя мама любит чёрный шоколад, прям такой настоящий. Вот так что надеюсь, что они оставят себе хотя бы одну коробочку. Им понравится. И дальше делаю шортбред. Ну, это традиционно. Я им почти всегда посылаю. Мои бабули очень нравятся. И мне кажется, очень классные такие подарочные в упаковке, если даже они кому-то подарят. Вот две с оленёнком и одна вот такая вот классная. И я люблю такие коробочки, потому что, когда вы скушаете, в них потом можно что-то хранить. Нитки или ещё что-нибудь, не знаю. Вы тоже так делаете? Скажите мне, пожалуйста. Я всё время так делаю. Мне очень нравится. Так, ну вот, вроде пока и всё. Сейчас посмотрю, чего мне тут ещё не хватает. Буду складывать. Ещё там куртку одну свою отправлю, потому что я её очень мало носила. И что-то как-то я из неё выросла, по-моему. Так что, да, всем спасибо, что смотрели мой влог. В следующем я, наверное, покажу, что мне прислали родители. Если вам интересно, то ставьте обязательно пальчики вверх, потому что пришлют они мне очень много. И я очень рада, потому что ближется Рождество, и там будут всякие домашние вкусняшки, такие как солёные огурчики, маринованные огурчики, варенье мама, то, что сама делала. В общем, печенье-ка она пекла. Но как-то секрет. Подарок для мужа. Он очень любит мамино овсяное печенье. Так что, да, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. И до новых встреч в новых влогах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok